Сегодня в нашей стране идет война. И сотрудники наших коммунальных предприятий, так же, как и другие жители нашей страны, служат в Вооруженных Силах Украины. Но помимо этого, те, кто остался здесь, в Одессе, работают и выполняют все задачи для поддержания инфраструктуры города. И наши сотрудники коммунальных предприятий не только моют, убирают, красят, освещают город, выводят на рельсы трамваи и троллейбусы, но еще и помогают Вооруженным Силам Украины, выполняют все задачи, которые ставятся перед ними и руководством города, и руководством области. Наши сотрудники помогают всем другим городам. Мы возим воду в Николаев, мы разбираем разрушенные здания, строения. И на сегодняшний день наши сотрудники, наши коммунальщики – это еще одни герои этой войны. И за моей спиной сидит небольшая горстка тех людей, которые, невзирая на опасность для собственной жизни, принимали участие в ликвидации всех тех ситуаций, которые произошли в нашем городе. Сегодня все они были награждены под честными грамотами, им были вручены ценные подарки. Но я хочу сказать огромное спасибо каждому сотруднику коммунальных служб города. Вы все герои, низкое вам кланяюсь. Спасибо за работу. До тех пор, пока у нас есть такие люди, как вы, которые понимают важность вашей работы, вашей миссии, и то, что каждый человек на месте своем делает нашу победу на шаг не ближе, если он эту работу выполняет на 100% и в полной самоотдаче. И до тех пор, пока такие люди есть, безусловно, я уверен в том, как я думаю, и мои коллеги, что эта победа будет за нами. Делали свою работу, не считая на взрывы, на опасность для жизни. Там такие же люди живут, как и мы с вами, то есть должны друг другу помогать в данной ситуации, потому что мы должны жить в своей стране. Короче, ракету рукой можно было погладить. Вот, они либо до 6 утра там влупили, либо уже вечером, там, днем это редко прилетало, то есть... Мне женя сказала, каже, ты никуда не едешь, если я не поеду, кто, то мы с вами не поедем, если кто не поедет, то не поедет. Повиня, людей просто надо выручать, кто не поедет. Николаев очень хороший, приятливый город был, и очень хорошие люди были, адекватные, с умом подходили. Были мы до тех пор, пока в коммуникациях пошла вода, то есть люди уже привыкли к обычной жизни, как было раньше, и мы только после этого уехали обратно в Одессу. Дуже высокая черга, люди приходят. Дивлюсь, собака идет, собака звати Гарик, и хозяйка дала этому Гарику ведро в зубы, и в черві стояла собака вместе с людьми. А когда он дійшов до крана, я, звісно, взял у собаки ведро и набрал ему. Ведро води, он не смог, взял, он очень тяжко ему, и хозяйка взяла. Я в своей жизни людей спасиба не почув, я стоял за спасибо, дякую, дай Богу вам здоровья. Мне так приятно было чути це. И если, я еще раз повторяю, если бы не мы, кто бы поміг бы просто. Приехавши домой, насмотревшися вот этих, как люди там живут, выживают, можно так сказать, под обстрелами, пошел в ЗСУ, потому что, ну, не мог я на месте сидеть, грубо говоря, вот так. Пока в ЗСУ зараз несу службу. Еще раз всем большое спасибо за вашу работу, это спасибо за то, что вы делаете. Я думаю, что самые важные и самые большие наши, ваши победы еще впереди у нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!